...хорошие результаты Жени Анжо, нет Эрика Наве, то есть, возможно, это очередной эксперимент французского тренера. А возможно, не было такой возможности по состоянию лошадей. Я думаю, что, конечно, перечисленных вами авторитетных конкуристов он поставил на этот важнейший турнир, но, может быть, не смог по состоянию лошадей. Великолепный оки-доки под седлом голландца Альберта Зойера. По неофициальным данным, в предолимпийскую вот эту вот последнюю долгую гонку была предложена за эту лошадь сумма 4 миллиона долларов. Но пока он выступает под седлом голландского всадника, он привез его к титулу чемпиона мира лично в командном зачете. Да, и был четвертым, был в личном первенстве. Первая четверка этих европейских финалистов не имела за все пять дней соревнований, ни одного повала. И это расставило их по местам лишь только позиция по первому скоростному маршруту по времени. Он проиграл немножко, а ошибок не имел. Роб Эренс вот уже много лет ведет голландскую сборную планомерно к таким высоким достижениям. Конечно, от личности тренера очень многое зависит. Очень многое зависит. Первый гидт штрафных очков не имел. И вот выходит на финишную прямую из тройной системы Альберт Зойер и Оки-Доки. Кажется, нет пределов возможности этой лошади, при том, что она, кроме такой великолепной техники, она имеет еще великолепную пластику и артистизм, я бы сказала, очень интересная зверуша. Продолжение следует...